Привет! В этом видео я вам покажу самый, на мой взгляд, простой способ, как можно настроить гитару именно начинающему человеку, который еще не сформировал никаких умений, типа музыкального слуха, не обладает знаниями, типа какие и где ноты на грифе располагаются. Очень простой способ позволяет настроить гитару практически за 2 минуты при помощи обычного приложения на телефон, которое называется Guitar Tune. Итак, как нам настроить нашу гитару с помощью приложения на телефоне Guitar Tune? Делается очень-очень просто, даже ребенок разберется, буквально за 2 минуты можно все настроить. У нас у гитары есть струны, их 6 штук. Вот это первая, если мы смотрим, да, вот самая дальняя от нас тоненькая струна, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. Вот, соответственно, давайте прям начнем и по порядку настроим каждую из них. Вот это первая струна. Вот здесь находится как раз колок, который нужно поворачивать, чтобы натягивать или ослаблять. Вот это, соответственно, колок, который натягивает, ослабляет вторую струну, третью. И вот так они по кругу идут, это четвертая, пятая, шестая. Вот я прям на экране приложения выбираю первую струну. Ну, у вас на экране, да, вот приложение, оно будет, если вот гитара вот как будто ваша вот так вот расположена, да. Вот как раз это первая струна, вот она идет к колку, который поворачивает первую струну. Ну, вторая, соответственно, сюда идет, да, вот третья, четвертая, пятая, шестая. Вот, то есть вот так вот гитара, надо, если я так вот возьму. Вот оно как раз, как вам на приложении показывается вот эта часть. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Ну, соответственно, на экране я уже выбрал, что настраиваем мы первую струну. Соответственно, приложение будет улавливать звук и скажет нам, насколько подтянуть струну или ослабить нужно. Теперь вам нужно дергать вот эту струну под номером один. Можно дергать медиатором, можно дергать пальцем, неважно. Главное, чтобы она просто, ну, издавала звук. Вот я ее дергаю указательным пальцем. И мы на приложении видим, что индикатор, вот этот красненький, да, он находится в левой части экрана. То есть струна немножко расстроена, и ее нужно немножко подтянуть, чтобы индикатор стал по центру экрана. Чтобы струну, соответственно, подтянуть, нам нужно вот этот первый колок повернуть в нужном направлении. Ну, если начнете, не дай бог, крутить в ненужном, ничего страшного не произойдет, вам индикатор просто покажет, что он еще дальше становится, и нужно будет просто поворачивать в другом направлении. Да, вот так, например. Если вы будете делать, вот я еще дальше, например, ее ослабил еще больше. Соответственно, просто наоборот, начинаем тянуть. Вот я поворачиваю в другом направлении. И струна натягивается. Вот уже близко почти. Струну нужно дергать обязательно, потому что если ее не дергать, она затухнет, и индикатор у вас перестанет показывать. Вот, первая струна настроена. Давайте теперь то же самое проделаем со второй струной. Вторая, которая следующая идет. И напоминаю, вот колок, который нужно крутить. Да, вот это была первая, вот пойдет вторая. На экране я выбираю у приложения струну номер два. Вот она. И теперь настраиваем ее точно таким же образом. То же самое струна ниже, нужно делать ее выше. Когда крутите, да, ну здесь вот очень просто. Не надо никуда ни сюда руку ставить, да, никуда ни сюда. Вот просто снизу берете, да, и поворачиваете колок. Ну, и еще тоже такой момент, когда вы струну дергаете, следите внимательно, чтобы не дернуть струну рядом. Да, например, если вы дергаете вторую струну, то есть не делаете вот так вот. То, те, кто начинают, очень часто бывает, что они вот так вот делают. Вот, и из-за этого приложения, которое вам настраивает, оно сходит с ума и не может понять, что вы делаете. То ли во вторую струну, бьете, то ли третью. Поэтому просто аккуратненько, тогда вот чуть-чуть вот на себя, вот так можно даже вверх чуть-чуть пальцы поднять. И вот именно будет звучать только вторая струна. Ну, соответственно, давайте то же самое теперь проделаем и с третьей струной. Вторая у нас настроена. Я выбираю на экране струну под номером 3 и делаем с ней то же самое. Вот здесь видим наоборот. Струна расстроена и она чуть-чуть высит. Соответственно, нам третью струну нужно взять и немножко опустить. Когда вы струну опускаете, если они расстроены таким образом, что высит, лучше ее опустить немножко даже пониже, чтобы она ушла вот сюда. И потом опять ее натянуть. Это поможет струне как раз натянуться, и потом она будет с меньшей вероятностью расстраиваться снова. Ну, то же самое проделаем теперь с четвертой струной. Я выбираю на экране струну под номером 4 и строим четвертую струну. Отлично. Четвертая тоже настроена. Пятую. Отпускаем пятую. Отпускаем пятую. И теперь то же самое. Шестая струна. Ну, вот наша гитара настроена. Теперь я быстренько еще раз проделаю то же самое, потому что если гитару, например, долго на ней не играли, если вы ее первый раз настроите, струны немножко растягиваются, и она может после первой настройки немножко еще не до конца настроиться. Поэтому быстренько проверим. Первая струна настроена. Здесь, кстати, есть такая крутая штука вот в этом приложении, как авторежим. То есть если у вас гитара уже, в принципе, практически настроена хорошо, то можно чуть-чуть ее подстроить. Она автоматически, программа определит, какую струну вы дергаете. Я, например, сейчас дергну вторую струну, и программа сама определяет, что это вторая струна. Третья струна, четвертая, пятая, шестая. Ну и вот наша гитара, она настроена. Ну что ж, как вы видите, вот такой очень простой способ. Я обычно на занятиях своим ученикам, кто именно начинает играть на гитаре, всегда его рекомендую на первых этапах, чтобы человек мог быстро и легко сам дома настроить гитару, сделать это за две минуты без каких-либо усилий. Так что используйте, применяйте, и успехов вам в обучении в игре на гитаре. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...